Всем привет! Сегодня у меня будет видео о сортах Алексея Тарасова с приставкой АВ, фиалковода, которые цветут у меня первый раз. Покупала я листики, по-моему, осенью, штук 8, по-моему, сортов, и вот только сейчас у меня зацвели детки от них. Все сорта в нескольких экземплярах, так что, кого заинтересует по поводу приобретения, пишите мне, пожалуйста, на почту, которую я оставлю внизу. Итак, первый сорт это АВ Кардамон. Много сорт дал деток, по-моему, штук 8, если не больше, и вот две у меня цветут. Вторая с бутонами, а эта уже с цветами. Мне нравится такая расцветка, у меня такой расцветки еще не было. Как вы видите, розовая фиалка с бордовой каймой и штрихами по цветку. Крупные довольно-таки звезды. И, конечно же, белая окантовка. Этот цветок чуть побольше. Они еще немного закрываются на ночь, значит, они увеличатся. Хорошая расцветка, неприхотливый. Мне нравится. Я себе один точно оставлю. Вообще, все сорта фиалковода хорошие. Несколько лет назад прям бум на них был. Очень они были популярны, все их хотели, потому что это было что-то новенькое. Розетки у них всегда компактные, обильное цветение. И, как я сказала, он что-то новенькое выводил. Таких сортов еще не было. Ни у Репкина, ни у Коршуновой. Сейчас как-то уже эта мания на его сорта спала. У меня уж точно. И многие пишут, что его сорта спортят. Но его сортам обязательно нужна низкая температура. 18-20 градусов. Тогда они показывают себя во всей красе. У меня его сорта сидят в маленьких стаканчиках 200-граммовых, чтобы розетка не увеличивалась. Это сенец 77165. Взяла я его потому, что у него очень крупные цветы, как я читала. Розовые с белым по краям. То есть, это не окантовка, а именно лепесток по краям белый. Вот, как вы здесь видите. Вот такие должны быть все лепестки. Вот этот самый большой цветок. Много у него бутонов. То есть, чем прохладнее у вас в квартире, тем будет больше белого. Это уже у меня стартерчик. Я не помню, есть ли у меня такой сорт в двух экземплярах. Поищу для вас. Какой вам сорт больше всего понравится? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Этот мне прям понравился. Очень рада ему. Хотя я не люблю розовые фиалки. Это АВ Мимоза. Покупала я ее, кстати, не очень дорого, в отличие от других сортов. На сайте фиалковода она стоит 750 рублей. Лист. Или детка, там не важно, что есть в наличии. Пока я не поняла этот сорт, потому что у него очень мелкие цветы. Расцветка мне очень нравится. Вот эти темные мазки на розовом фоне. Ярко-желтая серединка. Если будет попрохладнее, то, скорее всего, он даже будет немного оранжевым. Такие фото я и видела у самого селекционера. Но цветы мелкие. Поэтому я жду второго цветения и уже определяюсь, нравится мне этот сорт или нет. Мне кажется, он симпатичный. У меня тоже таких еще не было. Он имеет место быть. Розетка довольно размашистая. Вот крупная. Темные-темные листья. Это АВ Фурор. Есть у меня фиалки с подобной расцветкой. Это АВ Майя Плесецкая у меня почти такая же. И Сенец без названия. Розетка довольно-таки компактная. Она у меня не стоит, падает. Нужно ее пересадить, потому что они у меня в очень маленьких стаканчиках. Я жду, пока не зацветут. Опять же, если у вас попрохладнее, то белого будет больше. Много бутонов. То есть будет целая шапка. И это первое цветение. Тоже я люблю такую расцветку, малиновую с белым. Она именно не бордовая, а это цвет фуксии. Такие крупные звезды. Махровые и полумахровые. Толстые, крепкие цветоносы. И довольно темные листва. АВ Экстаз я вам уже показывала. Наконец-то он по сорту. Белый с розовой серединкой. Цветы пока не очень махровые. Вот это, наверное, самый махровый. А остальные как-то не особо такие доделанные, как это можно сказать. Потому что первое цветение, розетка молодая. Надо пересадить в горшок побольше. И тогда она уже покажет свой потенциал. Я так думаю. Цветов здесь просто море. Все они белые, чему я очень рада. Сорт очень обильно цветущий. У него крупные хорошие цветы. Единственное, что я слышала отзывы, что розетка у него сложная. Руки вверх держат. Но, как вы видите, потому что листья кудрявые. А у кого волнистые листья светлые, розетки сложные. Им нужно и не пересветить, и не без света оставить. Светлые розетки частенько вот с кудрявыми листьями либо забивают центр, либо тянут руки вверх. Ему нужно прохладное, опять же, содержание и довольно-таки много света. У меня стоит под сильной лампой, и никакого пересвета нет. Так что нужно ей много все-таки света. Сейчас уже буду начинать ее подкармливать, чтобы цветы были более махровые. Мне кажется, это все-таки сорт. Как вы думаете, у кого есть этот сорт, поделитесь. И последний сорт, это АВ Сердце Матери. У меня уже есть такой, их несколько. Лист, я вам, может быть, помните, показывала. Лист зацвел, и там был белый цветок. Я надеялась, что будет белый спорт с фиолетовыми разводами. Но нет, детка получилась по сорту. Темно-темно-вишневый цвет с бело-зеленой каймой. Тоже очень крупные звезды. Отличный сорт. Цветет вот, начиная с весны, по осень. Хорошей шапкой, крупными цветами, беспроблемной. Так что советую к приобретению сорта фиалковода с приставкой АВ. Конечно, лучше покупать у самого селекционера, но у него цены кусаются. Так что смотрите сами. У меня почти все сорта куплены именно у селекционера. Так что приобретаю меня. Можете не бояться, что у меня какой-то пересорт. На этом все. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok